Утро вторника началось с двух серьезных ДТП. В 8.25 на автодороге Ивана Вродники водитель автомобиля КИА, выехав на полосу встречного движения, совершил лобовое столкновение с автомашиной ВАЗ-2111. Два человека погибли на месте, водитель автомобиля ВАЗ-11 модели, а также мужчина 1964 года рождения, водитель КИА. Кроме того, пассажир автомобиля КИА, мужчина 1975 года рождения, с тяжелыми травмами доставлен в больницу. Пассажир автомобиля ВАЗ, женщина 1975 года рождения, скончалась в больнице. Тяжелые травмы получили пассажир автомобиля ВАЗ. Это девочка 11 лет и ее бабушка. В настоящее время они доставлены в областную клиническую больницу. 15 минут спустя в Вичугском районе аналогичным образом столкнулись легковушка и пассажирский автобус. На 159-м километре Ковров-Шуя-Кинишма произошло ДТП. Водитель автомобиля Гэйрейт Волл Ховер, мужчина 1986 года рождения, не справившийся с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом Богдан, следовавшим по маршруту Вичуга-Кинишма. В результате водитель внедорожника погиб на месте, а его пассажир получил серьезные травмы. На момент аварии в автобусе находились 20 человек. Пострадавшие доставлены в Кинишемскую и Вичугскую ЦРБ. Пока известно только, что водитель внедорожника за прошлый год нарушил скоростной режим не менее пяти раз. Разобраться в обстоятельствах автокатастроф предстоит следователям. В обоих случаях имело место лобовое столкновение при встречном разъезде. Будем опрашивать свидетелей, будем назначать необходимые экспертизы для того, чтобы определиться все-таки, кто виноват в случившемся. Или дорога, или транспортные средства, или человеческий факт проводить. Череду дорожных катастроф этого дня продолжило столкновение в Родниковском районе. Буквально в 14 километрах от места гибели троих человек. Но уже днем погиб еще один участник дорожного движения. В данном ДТП погиб один человек, пассажир автомобиля ДЭУ, который выехал на полустречное движение и столкнулся с автомобилем Фоксваген. Как я уже сказал, погиб мужчина, пассажир автомобиля ДЭУ, это мужчина 69-го года рождения. Водитель данного автомобиля, мужчина 59-го года рождения, с тупой травмой живота, а также водитель автомобиля Фоксваген, женщина 67-го года рождения, с переломом колена, госпитализирована. Кровь в водителе на исследовании причина ДТП также устанавливается. Наталья Романова, Денис Денисов, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.